Привет, друзья! Там много у меня вопросов накопилось, я поэтому ответы там написал, и я вам буду просто читать, хорошо? Имена не называю, потому что не согласовывал. Вот теперь я буду читать. Ну, я буду не читать те, где хвальбы, хорошо, и комплименты. Я их буду упускать. Так. Сейчас. Значит, кто-то по невидению пугается, что такое выход на нулевое состояние. Потому что я просто хочу сейчас объяснить, что нулевое состояние – это то, что вы сами сто раз испытывали, но не обращали на это внимания. Это такое состояние некой задумчивости. Это состояние некого такого. После сильной работы, например, сидишь в точку невидимую, смотришь, и тебе всё пофигу. Ну, или, например, нулевое состояние – это между сном и борься. проснулся, облака плывут, как облака, ничего, как облака плывут, мысли плывут, как облака, точнее. Надо же найти слово, чтобы было понятнее. И поэтому, когда человек ищет слово, он напрягается, когда он нашёл, он расслабляется. и так и происходит у нас всё время. Вот эти вот альфа-ритмы, бета-ритмы, дельта-ритмы мозга – вот эти вот процессы. Мы к этому потом перейдём, потому что мой друг и коллега, выдающийся психолог, он обещал, что приедет ко мне с прибором, мы энцефалографы поставим, какие-то контакты поставим. И человек будет какой-нибудь желающий, её подберём, будет моделировать состояние эйфории, состояние депрессии, состояние пофигизма. Да. Представляете? Так вот, это нулевое состояние, это когда вы ещё не заснули, или когда вы проснулись, ну, мысли текут, как облака, как я говорил, ничего внутри не задевая. А то потом вдруг вспомнил, что сегодня экзамен не включился. Вот до этого момента ты был в нулевом состоянии. Ради этого нулевого состояния люди пьют транквилизаторы, они пьют антидепрессанты, они пьют алкоголь, дозируют их, всё дело в дозе, потому что вот 50 грамм для храбрости, например. А есть бутылка для того, чтобы мозг полностью разгрузился и дал себе возможность перезагружаться, но это вредно. А вот метод ключ позволяет и раскрепощаться без таблеток и лекарств и алкоголя и перезагружаться. А для этого как раз и нужно это нулевое состояние. А как мы это делаем? Поскольку я сказал уже это, что мы это делаем постоянно, непрерывно, мы просто на это не обращаем внимания, то осознанно мы это делаем в виде опорожнений, которые являются сами по себе, там после моих вычислений, теми действиями, которые вы сами делаете, но инстинктивно, когда вы нервничаете. Ну, вы ходите туда-сюда по комнате, там качаете ногой, постукиваете пальцами, много чего вы делаете. А когда вы это делаете осознанно, например, трясётесь, например, дирижируете, например, плавательные движения, например, движение лыжника, это же всё оттуда происходит. Когда вы делаете осознанно, вы выходите быстро на нулевое состояние, в котором глубокая душевная бессмятежность. Вот тут, то у вас происходило, это непроизвольно, когда вы засыпали или просыпались, или задумчиво сидели после какой-то работы. А здесь вы с помощью упражнений выходите на это нулевое состояние, подбираете действия, которые синхронны вам в текущем моменте, когда вы это делаете. Это происходит очень быстро. потому что действия, которые вы делаете, они очень простые, они настолько простые, поэтому вы и делали их инстинктивно, неосознанно для себя. Это по природе, поэтому они простые. Я, можно сказать, просто подглядел их у природы и предлагаю вам это делать, подбирать действия, которые вам подходят в моменте, а сам принцип подбора путём перебора, это правило подбора ключа, развивает творческое мышление, креативность. Ну давайте дальше пойдём, мы об этом уже немножко говорили. Это состояние созерцательности, эмоциональной отрешённости, дистанцированности, пустоты, пофигизма. Да, потом это ещё какое состояние. Вот как мы дозируем состояние без 50 грамм или транквилизаторов, или антидепрессантов. Ну как мы дозируем? Ну делаем хлёст, например, делаем шалтай-болтай, в зависимости от того, что мы хотим получить. Подбираем действия, которые действительно хочется повторять и повторять, или делаем вот эти левитационные движения, тоже выходим на эту пустоту в голове и в этом состоянии перезагружаемся, то есть начинаем мечтать о желаемых переменах в себе, и как я стал художником, я как-то рассказывал, я делал вот эти левитационные движения, идеомоторные, которые на рефлексе построены, поэтому я назвал их потом идеорефлекторные, идеорефлекторные. И когда они у меня пошли, я стал мечтать, что рисовать будут шедевры, и люди будут ко мне приходить и дивиться, какое чудо я нарисовал, какое диво я создал, сотворил. И в этот момент вдруг я заметил, что страха рисования нет. Исчез блок. Блок исчез, появилось ощущение такое, дуркое совсем. Хочешь рисовать, рисуй, кто тебе мешает. А раньше был блок, я думал, вот это высокое искусство, я где, оно где. Была стена, теперь стена рухнула, я начал рисовать, да, и все лучше и лучше, да. Ну, я об этом тоже рассказывал. Ну, вот так приходится, потому что новые люди заходят к нам в интернет, которые ничего этого пока не в курсе. Я им это рассказываю. Вот я говорил о том, как у нас в мозге встроен индикатор лжи, как обмануть технический детектор лжи, который на самом деле из детектора повышенного расхода энергии. Об этом, кроме меня, никто никогда не говорил. Что негативные эмоции это, это по существу маркеры, маркеры энергозатрат. Потому что негативные эмоции происходят тогда, когда человек теряет адаптационную составляющую. Вот нет адаптации, утрата, например. Умер близкий или любимый, или там далекий родственник, что-то случилось. И вот у него жизнь поменялась. Поменялась жизнь, он вышел из привычного состояния, теперь он в новом состоянии, и ему нужно опять согласовать всё, потому что мир изменился для него в этот момент. Он стал для него другим. Был человек и нет человека. И надо полностью переформатироваться. И в этот момент энергозатраты такие большие, поэтому они воспринимаются как страдания, как негативные эмоции. Это я впервые вычислил, я об этом писал в книжке, что негативные эмоции – это энергозатратные эмоции, очень высокого энергозатратного расхода. Поэтому я делал науку энергоэкономика личности. И я об этом потом вам буду рассказывать, об этой науке. Там, по крайней мере, сказано о том, почему все процессы обучения и тренировки происходят на основе минимизации энергозатрат. То есть вы пишете букву А до тех пор, пока она не станет автоматической. То есть пишешь – не задумывайся. И где человек больше всего тратит энергии? Оказывается, человек больше всего тратит энергию там, где он применяет волю. Поэтому человеку легче, когда он кому-то подражает, когда он кому-то подчиняется, но не всем. Вот те люди, которые имеют свою внутреннюю целостность, им как раз-таки очень трудно. Они как раз-таки находятся в конфликте со временем. Чем ты более целостен родился, генетически, чем ты более мечтателен, чем ты более внутри, по идее, свободный, тем больше у тебя конфликта с современностью возникает. Поэтому они все вот такие вот и Христос, и Мухаммед, и все, и Будда, они же как вот, они пострадали очень сильно, их же не понимала современность. А потом их как флаги несут. Да. Потому что в наши штампы не входило, в наши стереотипы мышления не входили те понятия, о которых они тогда нам говорили. поэтому Христос говорил, Царство Божие внутри вас есть, не надо его там, но это я уже добавляю. Ну, кто слышит, у кого уши есть, он понимает. Так вот вопрос. Тут мне написали, вот когда вы рассказывали о том, что вы сидели с прибором, держали электроды, и вдруг зашла сотрудница, и стрелка на приборе сразу показала очень сильные изменения, значит, вы отреагировали, это и есть вот это эмоциональное изменение? Да, да, и вот мне как раз таки оказывается можно, вот видите, отреагировал подсознательно, то есть я еще не вступил в отношении разговорные, и я не знал о том, что это такая сильная реакция будет, что это сразу на моей на кожном сопротивлении сразу отразилась, вот эта эмоциональная реакция, поэтому детектор лжи на этом и построен, аппарат на этом построен, он смотрит, как меняется температурное, как меняется частотное, колебательное вот это вот тремор может быть, как меняется там электрическое сопротивление кожи, инфразвуковые колебания, ну там много чего человек излучает, но в пределах физических каких-то явлений, которые давно известны, так, точно так же, когда человек заходит и вы с ним разговариваете, ваше подсознание улавливает миллион подсознательных вот этих вот микроимпульсов, которые до сознания, до вашего не доходят, но они формируют человеку отношения, если человек при этом, например, встревоженный ваш собеседник, или подавленный, он для вас вот в этот момент, вы можете даже не видеть, что он подавленный, но то, что его наклон головы, то, что его дыхание в ответ на какой-то вопрос меняется, величина его зрачка, вы можете это не осознавать, это на микроуровне, то есть на уровне подсознания, ваше подсознание реагирует на миллион таких сигналов, вы не понимаете, почему у вас, например, в этот момент возникает каждый раз угнетенное состояние, когда этот человек к вам приходит, а потому что подсознание улавливает вот эти сигналы и формирует ваши отношения, вы даже можете не осознавать, так вот эти отношения, извините, эти отношения являются в данном случае так называемыми токсичными отношениями, но этот человек сам нуждается в помощи, потому что был бы он в хорошем настроении, сделал бы он сейчас раскрепощающие действия, который синхронный его текущему состоянию, вышел бы на хорошее самочувствие, вот сейчас я это сделал и хашлять перестану, это так просто, вот так берешь, делаешь то, что тебе приходит в голову, то, что тебе приходит на ум, видите, и при этом выговариваешься, делаешь плавательные движения, если тебе в этот момент подходит какое-то действие, делаешь такие движения, как будто ты играешь в теннис, уже выкашливаешься, потому что у тебя происходит подбор действий синхронных текущему состоянию, смотрите, как я говорить начал, я начал говорить свободно, легко, могу повышать голос, могу даже крикнуть, и у меня будет мощь в голосе, потому что я снял вот это перенапряжение лишнее, так вот этот человек, который пришел ко мне в гости, он может мне испортить настроение, потому что я, допустим, договорился с вами, что я сейчас буду вам делать какой-то там ликбез бесплатный, или скоро у нас будет платный вебинар, очень мощный, при этом буду делать, а он не портит настроение тем, что, а я сам не понимаю, почему, ну, сидит о чем-то говорит, а у меня настроение портится, потому что микросигналы идут от него, друзья, никакое это не поле, это наше подсознательное восприятие большего количества сигналов, чем мы осознаем. все, видите, что произошло, я сделал вот это, а посреди наступило, а через полминуты основное посреди видите, как я выкашлился легко, есть у нас такой прием, который называется, как же он называется, забыл сейчас, синхронасос, который позволяет выкашливаться, то есть вы ходите туда-сюда по комнате, нажимаете на точку хэ-гу, синхронно поднимаете ногу правую, потом берете, меняете руки, женщины сначала с правой руки начинают, а мужчины с левой руки поднимаете другую ногу, которая вам в этот момент удобно ее поднять синхронно, и через букву х, смотрите, ха, 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 и выдыхаете, все синхронно делаете в одном моменте, делаете полминутки, ходя туда, полминутки, ходя сюда, потом сели, и через полминуты, минуту у вас выкашливание такое прекрасное, и голос такой нормальный, да, и все у вас получается, видите, я регулирую прям по ходу, разговариваю, ничего от вас не прячу, хочу выкашлиться, выкашлился, показал, как снимать кашливой рефлекс, показал, как сделать голос легкий и свободный, я регулирую этим процессом, и вам это подсказываю, так, дальше, ну вот, мне написали, мне написали, значит, ну, спасибо, спасибо, я понимаю, спасибо, я хочу сказать, подписывайтесь на наш телеграм-канал, называется метод Ключка Саевеева, потом подписывайтесь на тик-ток, потом сайты наши, стрессу, и Хасайру, обязательно подписывайтесь, там будет очень много интересного, вот мне написали, доктор Хасай, вы мастер, по Булгакову написали, глаза на портрете удивительны, взгляд вселенной, вы правы, спасибо, как всегда, поразили и восхитили, магический портрет, шедер, как, впрочем, и другие ваши произведения, каждый уникальный, я вот это буду быстро читать, потому что я хочу вам важное сказать, ваше произведение, каждое уникальное, неповторимое, самое главное, притягивает и заставляет пристально приглядеться, прочувствовать, происходит встреча с самим собой, непостижимым умом, непостижимым умом, да, появилось еще что-то мощное, но пока трудно сопоставимы у меня, великолепные глаза, эта картина для друга Марка, хотелось бы понять хотя бы грань вашего выражения души в картине, да, эта картина я Марку рисовал, дальше поехали, уважаемый Хосем Магомедович, я хотел бы выразить вам свою искреннюю благодарность за ваше видео, за то, что поделились с нами этой прекрасной картиной, ваш талант и внимание к деталям действительно восхищают меня, я также хотел бы отметить вашу способность заставить задуматься о глазах как зеркале души, ваш комментарий о том, что они отражают наше состояние и является ключом к пониманию человеческой природы вызвал у меня много размышлений, с нетерпением жду следующих видео, уверен, что они будут полны интересных идей и вдохновения, еще раз огромное спасибо за ваше творчество, но это как раз позитивно, я не буду читать, дальше там много чего хорошего написано, спасибо, спасибо, сердечное спасибо, сердечное спасибо, это новая ваша картина, необыкновенная, очень впечатляет, глаза действительно целой вселенной, спасибо, ждем продолжения, интересно очень, расскажите, пожалуйста, про вытеснение сознания неприятных моментов, добрый день, да, вытеснение очень важно проявить, так как это формирует блоки, очень хотелось бы с этим поработать, спасибо, да, вход в самообнан, ложь, это мне пишут, от страхов и навязанных убеждений и многое другое становится реально другой сущностью, проживать не своей жизнью, да, правильно вы пишете, в вашей картине мне написано, вообще не понимаю, о, хороший вопрос, это какое-то искусство, каляка-маляка, как их надо правильно воспринимать, сама рисую еще хуже, молодец какая, вас, душа моя, а, вас, душа моя, я очень воспринимаю, написано, принимаю, доверяю, нежно и бережно любю, спасибо, что значит непонятно, рисую еще хуже и бережно люблю, вот послушайте, моя мама тоже картин моих не понимала, она вот смотрела на мою картину, говорит, задумчиво смотрела и говорит, ты меня извини, но я не понимаю, почему, потому что ее в школе учили картинам, где, например, природа нарисована, точно как на фотографии, ну, раньше время такое было, так учили, воспринимать, картинами, ну, смотрите, искусство, оно разное, поэтому в истории, после создания фотоаппаратов, художникам стало своего места больше, появились и разные направления в живописи, а есть авторская, которая сразу трудно куда-либо привычное уместить, я, например, я стараюсь раскрепоститься и рисовать, как дети рисуют, свободно, пока их педагоги некоторые не переучили рисовать не от души, а от ума, вот я ответил, так, ну, друзья, поэтому, 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 поэтому будем петь и смеяться, как дети, а для этого нужно, чтобы вы подписались, вот как я там говорил, на телеграмм мой, метод ручка своя лива, потом подписались на сайт стрессу, потом подписались на сайт хасайру, да, и на тикток, тикток, найдите там мой тикток, друзья, я так много сегодня говорил, потому что накопилось сказать, надо было и прокашляться, надо было и показать, как это снимается, надо было говорить о том, какие у нас бывают собеседники, что мы иногда чувствуем, что-то у него не то, чувствуем, но не понимаем, что происходит, а вот это вот нулевое состояние, с чего я начал говорить, это состояние, в котором решается много вопросов, вы можете вспомнить своего собеседника, выйти на нулевое состояние, там подумать, а что же с ним было, и у вас появится озвук, или вы подумаете о том, чем же вы любимым делом хотели бы заниматься, если вы не еще не оформились с этим пониманием, выйдите на любимое, на нулевое состояние, представляя себе несколько различных видов деятельности по полминутки, и на какое-то у вас ёкнет. Я как-то в одном ролике говорил, что у меня часто говорят, после такого профотбора, условно говоря, люди часто говорят, я еще не понял, что я хочу делать в жизни, но то, чем я не хочу заниматься уже, я это уже точно понял, а раньше не понимал, потому что были шаблоны мышления, а нулевое состояние снимает все шаблоны, выдают вам выход по самому себе. Это состояние свободы от шаблонов, страхов и авторитетов. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok